Занятия в учебных заведениях продолжают возобновляться. Скоро к образовательному процессу в очной форме вернется среднее звено. Казалось бы, ждали этого долго. Обучение в режиме онлайн подходит не каждому, да и пользы от такого формата, естественно, значительно меньше. Это признают как педагоги, так и школьники. Кроме этого, у родителей есть опасения, связанные с угрозой заражения коронавирусом. Обсудим актуальные вопросы с врачом. На связи с нами педиатр-неонатолог Тазиба Мирзалеева. Тазиба Ханом, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте, добрый вечер, рада вас видеть. Спасибо большое, приступим к вопросам. Прежде хочу узнать ваше мнение как врача. Как в целом вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в Азербайджане на фоне снятия ограничений? В целом, скажу так, заболеваемость детей до 18 лет, то есть очень низкая, в основном нет осложнений и тяжелых форм. Вот скажем так, до 18 лет смертность 0%, летальных исходов нет. Вот, то есть самое основное то, что мы должны на данном этапе знать и понимать, что в школьный период, то есть понимая, что открываются уже школы и садики, надо просто, опять-таки, соблюдая все наши правила гигиены, естественно, начинать жить. То есть не останавливать жизнь, так как есть ковид, а строить наш режим, строить нашу жизнь, основываясь на профилактике ковида. Как часто именно на вашей практике встречаются дети, школьники подросткового периода, в том числе, с заболеванием коронавируса? Конечно же, часто. Заболевают дети, конечно, заболевают. Единственное, что надо просто понимать, что дети в большинстве случаев, значит, у них протекает эта болезнь намного легче, чем у взрослых. Конечно, опять-таки, это связано с особенностью иммунной системы, и у некоторых детей, конечно, протекает это с субфибрильной температурой. Иногда могут быть высокая температура от 3 до 10 дней, расстройства кишечные возможны, респираторные проявления возможны, конечно. Это также и кашель, и отсутствие обоняния, и вкуса. И в основном, значит, дети переносят это заболевание в основном легче, чем у взрослых. Естественно, конечно, хочу отметить еще обязательно новорожденных, у которых матери заболевают коронавирусом. Вот этот важный момент, потому что очень много вопросов, нужно ли кормить. Кормить нужно обязательно, потому что новорожденные дети, они нуждаются в грудном молоке. То есть при исследовании, при тестировании грудного молока у мам, у шести мам при первой лактации, то есть образцы молока показали, что там нет вируса. Вируса нет, наоборот, есть антитела, присутствуют антитела, которые нам очень нужны при борьбе с коронавирусом. И, конечно, очень важны иммунологические факторы, которые предотвращают именно заболевание и работают против этого вируса. И очень важно, мы сами знаем, что действительно для роста и развития ребенка важно грудное вскаливание. Его ни в коем случае останавливать нельзя, потому что основная инфекция исходит из верхних дыхательных путей. То есть с молоком абсолютно вирус не передается. Тазибухан, нам еще один важный момент. Недавно вы наверняка тоже стали свидетелем того, как в социальных сетях стала распространяться аудиозапись о том, что в Азербайджане происходит массовое заражение детей коронавирусом. Ваш комментарий по этому поводу. Значит, вы знаете, заражение как было, так и есть. То есть увеличение в процентном соотношении я бы не сказала бы. Нет таких доказательств. Так как я должна просто объяснить, мы объясняем обычно родителям, что ковид, штамм, он регулярно мутирует. Понимая, что он регулярно мутирует, он может... То есть штаммы новые могут появляться каждые 2-3 недели. Почему? Потому что мы понимаем, что это зоовирус. Естественно, он мутирует, он не пытается убить человека, он приспосабливается к человеку. Естественно, и дети заболевают. Заболевая у детей, естественно, вырабатывается сложных форм. У них нет осложнений. Каждое заболевание – это выработка антител и формирование того иммунитета, который нам нужен в борьбе с ковидом. Вот этот важный момент. То есть единственное, что... Значит, вот этот новый штамм, он, естественно, имеет какие-то свои разновидности. То есть он отличается тем, что у него изменён шиповидный белок. В целом, единственная разница его – большая заразность, большая заразность, но в более лёгкой форме она протекает относительно других предыдущих вирусов. То есть поводов для беспокойства родителей быть не должно? Абсолютно. Абсолютно никаких поводов нет. То есть мы должны единственное понимать, что вот эта заболеваемость, она и, значит, формирует тот популяционный иммунитет, который нужен и нам, и нашим иммунитетам. Заражает больше, вот так скажем, да. Его, значит, ограничивать мы его никак не можем. Наоборот, мы понимаем, что мы должны жить с этим, и мы понимаем, что он более заразен, но менее тяжёлый, как предыдущие вирусы. – Последний вопрос у меня к вам. Как специалист, как врач, что бы вы посоветовали той части граждан, которые сегодня не в полной мере осознают угрозу, опасность COVID-19? – Вы знаете, главным образом, то есть мы понимаем, что уже начинаются школы, садики. То есть первым долгом надо много говорить с детьми. То есть и самый важный момент здесь не просто говорить. Вы понимаете, есть такой момент, дети нас не слышат, дети нас видят. То есть мы должны показывать постоянно детям, как всё это надо делать. Вот эти этапы, которые мы понимаем, что любое замкнутое пространство, любое замкнутое помещение, надо постоянно… Вот этот важный элемент, то есть проветривание, то, что отсутствует особенно у наших родителей. То есть мы носим маски, мы стилизуем руки, но помещение закрыто, мы боимся ребёнка… Мы боимся того, что ребёнок простудится и всегда остерегаемся вот этих сквозняков. Самый важный момент – обязательное проветривание комнат и в школах, и в садиках. Обязательное увлажнение и правильный температурный режим обязательно в классах должен быть. И опять-таки вот эти пять этапов. Соблюдение респираторного этикета, то есть мы должны обязательно объяснять нашим детям и показывать, кашлять, кашлять и чихать обязательно в локоть, мыть руки постоянным мылом, естественно, использовать крема на спиртовой основе, желательно крема, чтобы не травмировать кожу каждый раз, соблюдать дистанцию – важный момент, и, естественно, правильное ношение маски. Именно правильное ношение маски, чтобы дети не трогали маску руками, именно с внешней стороны, и обязательно снимали с ушей. И после этого обязательно нужно мыть руки. Но вот этот важный элемент проветривания и обязательно увлажнение и температурный режим нужно соблюдать везде. И обязательно объяснять это, конечно же, детям. Тазиба Хану, спасибо вам большое за ваши рекомендации и за участие в нашей программе. Спасибо вам, спасибо огромное. Спасибо, всего доброго. Напомню, на связи с нами педиатр-неонатолог Тазиба Мирзалиева мы говорили о ситуации с коронавирусом в Азербайджане и, в частности, угрозе заражения COVID-19 среди детей. Специалисты еще раз напоминают – необходимо верить только официальной информации и не создавать панику в обществе.